Андрей Андреевич Пянковский присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Настоящий, не робот, который хотят в российском промышленном военном комплексе сделать для победы над Украиной. Андрей Андреевич, расскажите, пожалуйста, вот сегодня действительно исторический визит Владимира Зеленского в Британию произошел, не можем с вами это не обсудить. А решесунок по итогу попросил Бена Уоллеса посмотреть, какие самолеты реально передать после просьбы о передаче самолетов и авиации Владимиром Зеленским. Вот как вы думаете, напомним аудитории, что Зеленский уже отправился в Париж и встретился с Макроном и Шольцем, это мы обсудим с вами, наверное, в следующем эфире. Вот что сегодня произошло в Лондоне, в чем, как на ваше мнение, какие-то изменения произошли и вот идея самого этого визита, как вам? И эффект. Действительно, день выдающийся, выдающийся день, и в эти такие дни вспоминаешь знаменитую фразу из мастера Маргарита, правду говорить легко и приятно. Это было, во-первых, это действительно символика политическая, цивилизационная встреча, триумфальная встреча Зеленского и в Вестминстере, и в Бакингемском дворце, и в Далонинг-10. Это знак уважения героическому народу Украины, который пока вот один защищает всю западную цивилизацию от восточных варваров, возглавляемых безумцем в бункере. Но мы же видим и конкретно решающие результаты в области вооружения. Я бы даже, самолеты, да, конечно, ну, было ясно и до этого визита, ну, ведь и ближайший Рамштейн назывался авиационным назначенным, значит, что самолеты будут так или иначе. На мой взгляд, колоссальный прорыв совершенно в другом. Снято последнее такое табу, которое Запад накладывал на себя. Вы же помните, два дня назад на совместном свидании правительства Украины и еврокомиссаров выступал Резников. И он говорил, что вот Запад оказывает нам очень существенную помощь, и тогда действительно просто уже не успеваем зафиксировать все эти прорывы. Громадный прорыв – это ракеты, так называемые GLDB, которые расширяют диапазон действия Хаймерсов с 80 километров на 160. Это понятно, что это означает на поле боя танки, самолеты. Но вот Резников сказал, что да, мы согласны, мы дали обещание нашим партнерам на одном ограничении, что мы не будем использовать передаваемое нам оружие для нанесения ударов, собственно, по территории Российской Федерации. Оружие, данное вот на три дня назад ситуации, оно достаточно для победы. Но оно, вот это ограничение, не используя для ударов по Российской Федерации, оно не решало другую важнейшую проблему Украины – спасение городов, которые уничтожаются безнаказанно русскими, именно потому, что они знают, что Украина не будет наносить ударов по территории, которые совершенно необходимы. Об этом писал еще об этой безнаказанности, зауженной в своей статье еще в сентябре этого года. Удары, во-первых, необходимы по аэродромам, по местам запуска России, по тем точкам, откуда наносятся барбарские удары по городам Украины. Но и как угроза также для сдерживания нанесения ответных ударов по инфраструктуре российских городов, когда Москва будет знать, что за удары по Киеву последуют такие же удары, ну, мы скажем им, по объектам двойного назначения энергетической и логистической структуры города Москвы, то тысячу раз они подумают продолжать эти атаки, и нет. И эта паника в Москве существует. Мы видели, как, ну, мы видели системы ПВО, не очень, кстати, эффективные. Панцирь, вот, они затаскивали на крышу генерального штаба. Так вот, тогда еще я говорил, по-моему, и на вашем канале на многих говорил, что вот американцы на это не готовы. Надо использовать, понять концепцию coalition of willing, коалиции оживающих, которую еще в марте выдвинул Бори Джонсон, что ряд государств готовы пойти дальше, чем все члены НАТО. И, в частности, англичане готовы были передать ракету Storm Shadow, тень шторма. Ее дальность до тысячи километров. И вот сегодня официально офис премьер-министра Сунника заявил, не называя правды и меры ракеты, что принято решение о передаче дальнобойных ракет. Именно эта ракета имеется в виду, я рекомендую всем в Украине посмотреть сегодня пятиминутный ролик, уже ставшего знаменитым нам полковника Ходоренко сегодня, где он обсуждает, как уже свершившийся факт, вот, передачу этой ракеты, что это означает для российской армии и российского государства. Вот это есть на моем телеграмме, твиттере, будет сегодня, через два часа в моем свете, стриме с Фейгином. Это будет в Москве просто паника от передачи этих ракет. И это ведь мы еще не обсудили тему авиации детально, ведь не зря сегодня президент Украины Зеленский привез за шлем. И это был такой, как определенный знак, может быть, даже анонс того важного события, той военной помощи, которую мы можем получить от британцев. И, в частности, ЦУНАК, насколько понятно, дал уже команду проверить, на какие самолеты может рассчитывать Украина. И вот, Андрей Андреевич, хотелось бы узнать ваше мнение, как вы считаете, вот от момента этого шлема, который сейчас мы видим на экране, этого большого символа украинского сопротивления в этой войне, которую Россия развязала в Украине, как вы считаете, что действительно из авиации может получить Украина? Мы слышали мнение Байдена, да, но... В первую очередь, как раз в связи с этими ракетами, давно поляки собирались передать МиГ-29 и тоже раскикли бюрократические препятствия в НАТО деток. Это не секрет. Последние два месяца как раз поляки с англичанами работали вместе, устанавливая узлы крепления к этим польским советским самолетам МиГ-29, узлы крепления для этих ракет Сом-Шейду. Так что это, прежде всего, будет передано, я уверен, что они уже готовы. Ну и F-16, F-16 будет передано, конечно. Вот всегда же проходит некий период между разговорами, потом фактической передачей. Ведь официально объявил Пентагон на днях, что да, Соединенные Штаты не собираются передавать, но они не возражают против передачи этих самолетов своими европейскими союзниками. В Европе полно этих самолетов, это самый такой ходовой самолет. Но это принципиальное решение. Все ограничения сняты. Вот та борьба, о которой мы с вами год рассуждаем внутри администрации США, между концепцией победы, победы Украины, и вот такой лукавой так называемой концепцией непоражения Украины, она закончилась, извините за рафтологию, но такая рафтология приятна, победой партии победы. Ну вот, кстати, то, что мы обсуждаем с вами, да, вот украинские воздушно-вооруженные силы, в том числе подтверждают специально, видимо, накануне важных переговоров, очень эффективное было сегодня нанесение ударов, 24 по скоплениям российской группировки и по пунктам снабжения, действительно такая активность за последние сутки, именно авиационные, замечу. Андрей Андреевич, а вот то, что Джо Байден решил ночью также подтвердить о том, что Белый дом объединил НАТО, построили глобальную коалицию антипутинскую, и мы выстояли против агрессии Путина, будем стоять вместе с народом Украины и с Украиной, столько, сколько на это потребуется времени и усилий. А что означает, что, как бы, это идет, ну, некогда правильная борьба между Британией и Соединенными Штатами? Это, как бы, пиар просто двух сильных лидеров? Борьба за это была между Суноком и Байденом? Ну, это блестящая украинская дипломатия, а еще, важно, блестящими своими победами Сбройные силы Украины, они навязали нашим друзьям и ведущим союзникам это соревнование. Вот, мне кажется, сегодня Белегобритания на грудь вырвалась вперед. Она окончательно уже заявила, ну, то, что было понятно всем о самолетах, ну, вот, я еще раз настаиваю на том, что вот самое важнейшее, то, что американцы на это не решались, они давали самолеты, да, ну, вот, пожалуйста, не наносить удары по российским территориям. Те самолеты, те ракеты с том шейду, которые придет Британия, они ничего для другого, нежели удары по российским территориям, предназначены быть не могут. Их соответствующая дальность до тысячи километров. И, ну, вот, будем наблюдать, как в этом московском гадюшнике продолжается вот реакция на это, меняющая кардинально правила игры события. Спасибо, Андрей Андреевич, за то, что принял участие в нашем эфире. Добавим, что завтра президент Владимир Зеленский увидится с Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. По самым свежим данным, 178 танков «Леопард» должны в ближайшее время Украина получить. Ну, наверное, и от Франции будет какое-то подтвержденное количество. Вот это и обсудим с вами уже после. Спасибо огромное. С удовольствием. Андрей Андреевич Пьянтковский, российский оппозиционер, публицист, математик был с нами в прямом эфире.